Доброе утро, дорогие друзья! Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, хорошего самочувствия. Поговорим о последних событиях. Поговорим о том, чего ждать дальше. Несколько последних недель прошли на фоне разговоров о возможной военной, даже не операции, возможно, полномасштабной войне на востоке Украины с привлечением войск НАТО, понятное дело, с привлечением войск самой Украины, и Турция, и США. И натовские корабли уже входили в Черное море, и там разведывательные самолеты и беспилотники осуществляли разведку. Россия внезапно стала проверять все военные округа на боевую готовность, масштабные учения на границе, тоже там, Ростовская, Воронежская, Брянская области. И почему я вам об этом хочу напомнить? А дело в том, что появились данные социологических опросов. Вот после того, как стало понятно, что никакой войны не будет, люди настолько обрадовались по принципу «лишь бы не было войны», что показали более позитивное, оптимистичное настроение, чем за весь прошедший год. То есть, есть два варианта, как это можно интерпретировать. Ну, у меня, по крайней мере, в сознании рождается два основных варианта. Вариант первый. Путинское послание прошло, и социологи решили Путину сделать приятно. Они сказали, вот, Владимир Владимирович, вы так хорошо выступаете, люди так вам доверяют, люди так хотели услышать именно то, что вы сказали, что теперь, сразу после этого, у людей родился оптимизм в душах. Второй вариант, это то, что наше население очень глубоко, гораздо глубже, чем даже мне казалось, подчиняется манипуляциям пропаганды и реагирует даже не на пряники, а на кнут. Пригрозим людям войной, а потом скажем, все, ребят, расслабьтесь, войны не будет. И все, и люди готовы голосовать за Единую Россию, благодарить великого Путина. Если это так, если такие методы работают, ну, значит, нас будут регулярно держать в этом напряжении, а потом его сбрасывать. И народу будет казаться, что Путин великий правитель. Как он ловко отменяет боевые действия. Еще вчера они хотели развязать войну против нас, эти НАТОвцы проклятые. Но Путин, Путин их остановил. Грозно зыркнул. Все планы врага рассеялись. И теперь наш народ будет носить его на руках. Эта ситуация очень-очень нехорошая. Еще больше расстраивает ситуация вокруг Николая Платошкина. Вот это вот в прямом смысле речь о том, что теперь посадить могут любого. Значит, давайте вот по-простому. С Навальным Платошкина сравнивать не совсем корректно. Вот смотрите, Навальный, он не просто за высказывания какие-то сидит. У него за ним большой шлейф действий. Это было его кредо, его амплуа. Он все время действовал как человек максимально несистемный, максимально радикальный, человек непримиримый, человек дерзкий. Вот ему запрещают проводить митинги, а он все равно проведет. Ему запрещают снимать резиденцию Медведева. Он возьмет и снимет из-под тишка. Как-нибудь хитренько, с пятой попытки. Но сделает. Ему запрещают там о чем-то высказываться, говорят, дружочек, это бездоказательная клевета. Плати там штрафы и так далее. А он все равно рассказывает. И ролики-то не удаляет. Это его была определенная линия поведения. Не просто жесткие слова какие-то там, Путин такой, Путин сякой. Нет. Навальный ходил по кромке между законом и беззаконностью. Не раз ее пересекал. Понятно, что российские законы это такая вещь очень ненадежная. И тем не менее, были очевидные моменты, когда да, всем понятно, что некоторых вещей лучше повоздержаться, поостеречься. Всем, кроме Навального. То есть это были такие осознанные провокации, которые и позволили ему набрать сторонников. Потому что вот такой вот максимализм, радикализм, он очень ярок. Его, естественно, обсуждают и пропагандисты кремлевские, и пропагандисты максимально оппозиционные. За Платошкиным такого не было. То есть да, он, конечно, оппозиционер, его риторика жесткая, и в то же время человек более ответственный, чем Навальный. Платошкин всегда призывал к мирным, законным способам решения вопроса. Платошкин всегда говорил, Платошкин всегда говорил именно в русле, давайте что-то делать, не прибегая к каким-то кровавым, жестким сценариям, вариантам. Пытался организовать митинги, несколько проводил. Участвовал в выборах в Госдуму, проиграл. То есть борьба-то не такая легкая борьба. Когда ты пытаешься еще и играть по правилам этой системы, то есть тут, конечно, все очень непросто. Между Сциллой и Харибдой. И за что в итоге Николая Николаевича сейчас хотят посадить? Не за какие-то действия, именно за слова. То есть из всех оппозиционеров это самое странное дело. Там сидит Быков, ну понятно, он пошел, попер против губернатора. Для губернатора это была очень жесткая оппозиция. Нашли какое-то старое дело, там обвинение в убийстве. По Фургалу примерно то же самое. Обвинение в убийстве. Вадим Чельдиев на Кавказе провел мощный народный сход. Возглавил его. Понятно, почему он с товарищами там. Чельдиев это на самом деле не один человек. Чельдиев это группа людей, которых обвиняют за события. Я, к сожалению, путаюсь. В Ингушетии, кажется, это произошло. Там такие мощные народные сходы против беспредела были. В определенных ситуациях. Платошкина судят конкретно за его высказывания в интернете. Никаких доказательств нет. Причем экспертиза утверждает, что в высказываниях нет экстремизма. Суду плевать. Вызываются свидетели. Все свидетели говорят. Все показания зафиксированы, запротоколированы. Нет ни одного свидетеля, кто утверждал бы, что да, Платошкин склонял нас к тому-то, к сему-то. Какие-нибудь коктейли Молотова готовить, оружие закупать. Ничего подобного. Свидетели говорят, что он невиновен. Экспертиза говорит, что он невиновен. Появляется в деле 200 тысяч рублей. Ну то есть представьте себе, к вам приходят домой, находят у вас там сколько-то денег, по-любому же сколько-то денег у вас лежит в шкафчике, в бардачке, в тумбочке, где-то лежит. Находят 30 тысяч рублей и говорят, вот, на эти деньги он собирался купить бензин, подсолнечное масло, бутылки, изготовить коктейли Молотова, закидать кортеж президента. Попытка госпереворота уезжаешь на 20 лет. Максимальные там сроки даются. Это можно сделать с абсолютно любым человеком. Никаких доказательств не приводится. Свидетели на стороне защиты подсудимого, экспертизы на стороне защиты подсудимого, вещественных доказательств. Только деньги, поэтому их до сих пор не возвращают. А суд собирается реально рассматривать эту улику как одну из главных доказательств вещественных улик. Значит, это можно сделать с абсолютно любым человеком. С абсолютно любым. Мы же знаем, у нас судебная практика о том, что устные высказывания приравниваются и к комментариям в социальных сетях. То есть вы заходите под какой-то ролик и пишите там пора браться за вилы, пошел к выборам и ничего не решишь, ну, нужна вооруженная борьба, ну, что угодно. Мне постоянно такие комментарии приходят. Что это такое будет? Вы будете обвинены во всем, в том же, чем и Платошкин. Вас вряд ли могут обвинить в том, в чем обвиняли Навального. Ну, например, там хищение Киров леса. Странное уголовное дело. Более странный приговор. Еще более странная реализация этого приговора, когда Навальный, будучи обвиненным, очень быстро оказался на свободе. Много за ним уголовных дел. Или вот там последнее обвинение о том, что они собирали пожертвования и непонятно, куда эти пожертвования девали. Вряд ли на ваши счета кто-то перечисляет там десятки и сотни миллионов рублей, как это было с Навальным. А вот какое-то неосторожное высказывание, любое неосторожное высказывание, даже осторожное высказывание, потому что экспертиза у Платошкина не выявила никаких проблем. И все равно сажают. Все равно. И удивительно, что это беспрецедентное, во всех смыслах, беспрецедентное уголовное дело остается без внимания тех же либералов. Дождь, эхо Москвы. Они написали об этом беспределе только в тот момент, когда самого Платошкина увезли в больницу. То есть, если огрублять ситуацию, то это даже скорее в негатив сыграло. То есть, типа, Платошкин, такой себе оппозиционер, что-то там, нервишки пошалили. Ну, понимаете, как это можно интерпретировать? Типа слабак. А все предшествующие недели, когда готовилась вот такая вот такого рода расправа, все молчали. Тишина полная. Здесь же не вопрос того, как какие там политические перспективы у Платошкина, что он там народный лидер, левый лидер, настоящий оппозиционер. Это вопрос о том, что в судебную систему спущена команда зачищать просто по беспределу. Сажать абсолютно всех. То есть, сейчас Платошкину, ну, если очень повезет, это мы будем считать уже за победу, понимаете, до чего мы дошли. Если он получит условный срок, без права там, сколько, три года, что ли, участвовать в выборах, это очень серьезно. Это очень серьезный удар. И даже это мы будем считать как достижение. Потому что по худшему сценарию это 10 лет и не условного срока, а реального срока. И либералы, которых в численном отношении в нашей стране гораздо больше, они не проявляют к этой ситуации никакого интереса. Вот у нас есть Навальный. Вы посмотрите, что сторонников Навального, ту же Любу Соболь, всех, кто не успел сбежать в Европу, их даже к реальным срокам не приговаривают. То есть, да, они сейчас находятся под следствием, им вменяют определенные статьи, но дальше дело не развивается. То есть, Навальный, как икона либерального движения, просто получил по башке. Но вот именно начиная с дела Платошкина, мы видим принципиально другой уровень беспредела. Если сейчас Платошкина удастся посадить, то через короткий промежуток времени точно так же будут осуждены и все соратники Навального, и любой, кто просто не угоден этой власти. Что там? На Евгения Ступина собирались заводить уголовку? Он следующий. Влада Жуковского уже по административному делу на 8 суток посадили. В следующий раз, как злостного нарушителя, привлекут уже на годик. Не поймет, привлекут на реальный срок. Уже не условный, а отсидит годика 3-5. И это понимают сейчас все. Но те, кто должны с этим бороться, кто заявлял себя как главные оппозиционные силы, прекрасная Россия будущего, они почему-то только про Навального говорят. Вот это главная претензия. Так что впереди нас ждут, судя по всему, жесточайшие репрессии. Все развивается по самому жесткому сценарию. Никакого мирного варианта изменить ситуацию, поставить государство на службу, обществу, я просто не вижу. Надеюсь, что я ошибаюсь, но просто непонятно, как это все может вдруг измениться. Особенно учитывая предательство и пассивность среди оппозиции, особенно учитывая грядущие выборы и мрачную целеустремленность текущего режима. Они не остановятся ни перед чем. Это понятно. Мне интересно, что если люди высыпят стихийно бороться за свои права, это к чему приведет? Кровавое воскресенье? На людей просто танки пустят? Или как вообще? Потому что в какой-то момент и росгвардейцы, и полицейские тоже поддержат протест. Потому что у всех есть дети, которых учат по дистанционке, родители, которых лишают медицинской помощи, начальство, которое заставляет перерабатывать без оплаты, жизненные цели и мечты, которые в такой путинской России не могут сбыться. ни при каких обстоятельствах. И накипает, в том числе, у сотрудников силовых ведомств. В какой-то момент это рванет. И что будет делать наша власть? Применять всю ту технику, которая была закуплена самыми отмороженными спецполками? Очень мрачные мысли на этот счет. Что думаете? Высказывайте в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.